Сбой в работе камер фиксации нарушений ПДД на дорогах Московской области произошел в начале февраля. По одной из версий, система контроля, а это более 144 вот таких видеорегистраторов, подверглась атаке хакеров. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории Касперского. Экспертиза компьютерной техники показала закрытый сервер управления системой Стрелка-СТ парализован вирусом. Четыре вредоносные программы по типу Троян успели вывести из строя более 130 камер. Это уже вредоносное программное обеспечение с большим стажем. Они могут вызывать сбои. Ну и плюс за счет своего размножения они просто могут замедлять сеть, работу сети. Согласно другой версии, перебои в работе Стрелок начались гораздо раньше. По данным независимой аудиторской компании, письма счастья от ГИБДД нарушители перестали получать еще в конце прошлого года. Тогда на дорогах Подмосковья бесперебойно работало только 39 из 144 видеорегистраторов. Спустя месяц их число сократилось до 30, а уже в феврале система отказала полностью. Официальная причина отказа не сообщается. Они просто не работают. Для бюджета Московской области исчисляется десятками миллионов рублей. Комплексы за аналогичный период прошлого года собрали порядка 100 миллионов рублей штрафов. Ни рубля не поступят в бюджет за январь, за февраль, потому что комплексы не работают. Кроме того, по данным аудиторского исследования, более полутора десятков видеофиксаторов и вовсе отключены от электросети и оказывают на водителей разве что психологическое воздействие. Тем не менее, уверен активист движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, сама система виртуальных штрафов работала безотказно. За 4 года, благодаря контролю, количество смертельных аварий на дорогах Московской области сократилось вдвое. По своему опыту могу сказать, что я из Московской области получил больше штрафов, чем даже из Москвы. Поэтому говорить о том, что она работала плохо, наверное, нельзя. Если эта система не починится, то, безусловно, через какое-то время появится часть людей, которые поймут, что штрафов больше нет. И начнут гонять, и, собственно, за трагическими исходами, ну, в общем-то, далеко ходить не надо будет. Впрочем, казусную ситуацию со сбоем стрелок уже взяли под контроль. Со слов чиновников Минтранспорта Подмосковья, большая часть камер уже готова к работе. На устранение неполадок ушла неделя. Напомним, что систему виртуальных штрафов ввели в 2009-м. За прошлый год с их помощью сотрудники ГИБДД выявили порядка 3,5 миллионов нарушений правил дорожного движения. А денежный доход от выплат автомобилистов в пользу государства превысил отметку 800 миллионов рублей. Дарья Самотуга, Александр Тихон, Александр Довашкин, Максим Рочев. LifeNews.